Привет всем! Аллилуйя! Бог прекрасен, Бог велик, Бог творит чудеса. Нужно сегодня познавать эти тайны, эти секреты того, что делает Бог. Как Он совершает великие чудеса. Экклесиаст, то есть Соломон. Книга Экклесиаста это книга Соломона. И он здесь говорит в 11 главе, в 3 стихе. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Подумать только, о чем идет речь. Бывает, мы с вами, мы жертвуем, мы с вами молимся. И мы ждем сразу же ответа. Но Писание говорит, когда облака будут полны. Писание говорит нам, что облака должны наполниться. У тебя есть твое облако, которое должно наполниться. И когда оно наполнится, оно прольет дождь на землю. То есть, другими словами, ты сегодня жертвуешь. Ты сегодня берешь и идешь этим путем жертв. Путем веры, путем молитвы. Сейчас помазание на мне, когда я это говорю. Сила Духа Святого мощно действует. Я вам скажу сегодня, друзья, вы должны знать. У каждого из нас есть наше облако, которое наполняется. Наполняется молитвами, наполняется нашими жертвами, наполняется нашей верой. В вере имей терпение. Потому что Писание говорит, верою и долготерпением мы наследуем обетование. Верой, но мы не говорим дальше, долготерпением. И долготерпение, вот это намного еще серьезнее, чем вера. Потому что когда нужно терпеть, когда тебе нужно терпеть, это трудно, это сложно, это тяжело. Это момент, когда ты говоришь, Бог, мне нужен ответ сейчас. Сейчас, иногда Бог приходит, потому что приходит время. Недавно смотрел передачу Орла Робертса. И он говорит, когда у него обнаружили, что у него проблемы с аппендицитом. И он уже был старенький, ему было очень тяжело. Он говорит, я так умолял Бога, я развернулся и плакал. Господи, помоги мне. Его положили на стол, операционный стол. И уже прямо перед операцией, он говорит, я заплакал и сказал, Боже, я хочу обналичить свой небесный счет. Я хочу обналичить его сейчас. Я хочу, чтобы ты убрал этот аппендицит. Чтобы его не было в моем теле. Сделай чудо сейчас. Я не хочу переносить эту операцию. И он кричал, Боже, обналичь, обналичь. Я обналичиваю свой небесный счет. Я хочу сейчас его обналичить. И вдруг доктор смотрит на монитор и говорит, я не понимаю, что происходит, но у вас нет аппендицита. У вас нет аппендицита. Друзья, это реальное чудо, которое говорил Божий человек, наполненный святым духом, который не может сказать что-то, чего не было. И он говорит, не было никакой операции, потому что доктор говорит, у вас нет аппендицита. Бог убрал аппендицит, потому что он обналичил небесный счет. Когда облака будут полны, они прольют на землю дождь. Когда облака будут полны, мы молимся, и мы перестаем молиться. Мы молимся неделю, потом мы забрасываем. Мы читаем Писание каждый день, но потом проходит месяц, и мы забрасываем это. Мы уже в суете, мы уже в каких-то делах. Дорогие друзья, мы служим, мы проповедуем, спасаем людей. Да, три человека надо спасти. Да, партнера нужно сделать. Человека партнером нужно сделать. И знаешь, потом мы остываем. Мы словно, знаешь, те утюги, чайники, которые выдернули из розетки, просто гаснем, и все. Я хочу вам сказать такую вещь. Братья и сестры, дорогие друзья, послушайте. Самое главное в жизни – не останавливайтесь. Продолжайте читать Библию. Продолжайте жертвовать. Продолжайте молиться. Продолжайте верить. Продолжайте идти путем веры. Продолжайте, потому что это ваш путь. Это принадлежит вам. Облако ваше, оно наполнится и прольет дождь на землю. И сегодня, когда мы спасаем людей, я сегодня говорю, троих людей каждый должен спасти. Каждый должен обязательно спасти тех людей и привести их нас сами. Каждому говорю, партнер, дорогой, сделай еще одного человека партнером. И я говорю это, потому что, друзья, есть одна цель у меня. Чтобы люди спасались. Одна цель жизни у меня. Чтобы люди спасались. У меня нет двух целей жизни. У меня одна цель жизни. Чтобы люди спасались. Поэтому Бог помазал меня. Поэтому Бог помазал Викторию. Потому что мы, как муж и жена, соединились вместе, в одном духе. Потому что у нас одна цель – спасение людей. Все остальное мы увидели. Все остальное, оно ненадежное, оно сегодня есть, завтра нет. Спасение людей. И мы в этом идем твердо. Уже 30 лет я в служении, 25 лет я пастор. Да слушайте. Мы, пастора уже 25 лет, и мы продолжаем идти. И я хочу вам всем сказать, дорогие мои, идите. Не соглашайтесь с дьяволом, когда он говорит «Остановись, тебе тяжело». Не соглашайтесь с сатаной, когда он пытается выдернуть вас в волну чайник с резветки. Нет, продолжайте гореть. Продолжайте действовать. Продолжайте идти вперед. Продолжайте делать невозможное для Бога. Продолжайте идти вперед. Молитесь. Ходатайствуйте. Делайте то, что не делают все. Делайте одну вещь. Будьте постоянны. Будьте стабильны. Будьте послушны. Ибо послушание поднимет вас. Посему Бог поднял его, Писание говорит филиппийцам. Потому что Иисус был послушен даже до смерти, смерти крестной. Посему Бог поднял его. Превознес его. Посему. Будьте послушны. И сейчас это слово звучит в вашу жизнь. И я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Пусть помазание Духа Святого льется на вашу жизнь. Прямо сейчас с неба. Отец Небесный. Пусть сила твоя сегодня коснется каждого. Пусть сегодня исцеление придет же с тех, которые больны. У которых боль. У которых боль. Я вижу парня, у которого с селезенкой проблема. Прямо сейчас эта боль исчезает. Прямо сейчас, в этот момент исцеление было. О Боже, я благодарю Тебя, я славлю Тебя. Аллилуйя, слава Тебе. Пусть помазание Твое мощно движется. Мощно движется. Мощно движется. Аллилуйя. Я вижу сейчас верх печени. Верхняя часть печени. Как будто бы там что-то происходит сейчас. Какое-то образование. Прямо сейчас исцеление было. Только что было исцеление. Вы исцелены во имя Иисуса Христа. Ваш желудок исцелен так же. Кому-то я говорю сейчас. Исцеление желудка. Во имя Иисуса Боже, я благодарен Тебе. Спасибо Тебе. Пусть помазание Твое движется. Я разрушаю родовое проклятие болезни. На Вашем роду я разрушаю проклятие болезни. Прямо сейчас. Проклятие преждевременной смерти. Я разрушаю именем Иисуса Христа. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. От помазания распадается всякое ярмо. Ярмо рака распадается сейчас, друзья. Исцеление приходит в тело. Исцеление сейчас приходит в тела, друзья. Исцеление приходит в тела. Исцеление приходит в тела. Сейчас рак уходит, раковые клетки умирают, сегодня диагнозы врачей уже не подтвердятся, все, исцеление пришло, ваше родовое требование освобождено от этого демона рака, от этого демона преждевременной смертью, прямо сейчас, и люди, которые умирали от инфарктов, от инсультов, и у вас породу этой идет, прямо сейчас исцеление от гипертонии, исцеление, прямо сейчас два месяца, полное исцеление, два месяца креста. Положите руку на больное место, силой Святого Духа, прямо сейчас помазание твоего кожи, докоснется каждого, будьте исцелены силой Святого Духа, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я разрушаю сейчас родовое проклятие болезни, одиночество, развода, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, примите исцеление в свою семью, примите исцеление в свою личную жизнь, примите исцеление в свое тело, прямо сейчас я разрушаю проклятие болезни. Я лишаю дьявола всякого права действовать в вашей личной жизни, в вашем теле, в вашей семье, во имя Иисуса, дьявол, убирайся вон, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, примите исцеление в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok